Генеральная прокуратура приложит все усилия для экстрадиции оппозиционного политика Мухтара Аблязова на родину, где ему грозит 13 лет заключения. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель надзорного органа Нурдаулет Суиндыков. Прокуроры уже направили французским властям соответствующее ходатайство. При этом прокуроры считают, несмотря на то, что между Казахстаном и Францией нет соглашения об экстрадиции, стороны могут всегда договориться. Вот на чем зиждется оптимизм государства. Данные решения говорят об окрепшем доверии международного сообщества к правоохранительной и судебной системам Казахстана, которыми обеспечено соблюдение международных стандартов в области прав человека. Между тем, в Министерстве иностранных дел прокомментировали скандал вокруг похищения из Италии жены и дочери Мухтара Аблязова. Форин офис занимает следующую загадочную позицию. Своего рода антиказахстанская компания, которая, на наш взгляд, имеет признаки вовлечения заинтересованных третьих лиц. Мы не считаем, что это отразится на наших двусторонних отношениях. Мухтар Аблязов, который в начале нулевых был осужден политическим руководством страны, в одном из интервью описал, что такое права человека в казахских тюрьмах. Политические сторонники господина Аблязова сомневаются, что в случае экстрадиции на родину он отделается только лишь пытками. Сначала избивали заключенных, ставили на колени, их били, ломали руки-ноги. И они и говорили, вот это все за Мухтар Кабулыча. Все хорам говорили, Мухтар Кабулыч, спаси нас. Умоляли там. Затем у меня очки не снимать, все нежно, аккуратно. Ну, человека там как бы распяли, бьют ногами и там еще чем-то так, чтобы... Не было следов? Ну, явных следов не было. Ну, поэтому черно так, тело потом просто чернеет полностью. Потом берут за ноги, подбрасывают в воздух, ты падаешь, потом и кидает, кидает. Фактически ты теряешь способность двигаться. Сейчас Мухтар Аблязов находится во французской тюрьме. Суд санкционировал задержание Аблязова под стражи до 40 суток. За это время французские власти должны принять решение, выдать его или нет. И самое главное, какой стране – России, Казахстану или Украине.